привет друзья елена клевцова сегодня я расскажу вам об одной букве букве потеряшки которую вы не найдете в арабском алфавите дело в том что в арабском алфавите у нас 28 букв и если вы на них внимательно посмотрите то никогда не увидите там буквы под названием тамарбута тамарбута такая буква интересная капелька вот такая вот с двумя точечками тамарбута между тем если кто-то из вас уже пытался читать по-арабски то на практике он видит эту букву постоянно и как же так выучили алфавит пытаемся читать и находим что что-то в этом алфавите чего-то там не хватает да именно с этой целью именно поэтому я всегда говорю своим ученикам начинающим ребята никогда не начинаете изучать арабский язык с того что чтобы выучить все буквы арабского алфавита по порядку это утопическая идея то есть откуда она идет она идет наверно из каких-то наших детских воспоминаний да мы же когда-то учили там алфавит русский в школе и вот человек думает что сейчас выучу арабский алфавита потом уже пойду на курсы это большое заблуждение друзья вы просто потратите время впустую и именно оттуда у вас пойдет идея что арабский язык такой сложный буквы там выучила они потом в слое по-другому выглядят и все и человек на этом свое путешествие завершил так его и не начав поэтому я всегда говорю ребята не учите не учите не учите арабский алфавит не начинайте с этого начните с изучения принципов арабской письменности с принципов не с букв даже да с принципов у меня даже есть такая серия видео я прикреплю ее к этому уроку называется она прям принципы арабской письменности вот с этой серии начинайте для того чтобы сэкономить свою энергию в первую очередь вот такое маленькое или не маленькое вступление и для тех кто уже вот эти буквы пытался учить и там там арбуту не нашел вот для вас этот урок так вот там арбута почему так называется да еще так длинно да то тогда то еще и марбу то марбу то буква то буква то третья буква алфавита арабского вот она вспомнили ее до алфавита что такое марбу то марбу то от с от глагола робота робота связывать марбу то связанная это буква то у которой ведь вот эту улыбочку такую-то кто-то взял эту улыбочку и за ушами связал вот получилось связанная то увидели да вот улыбочку кто-то связал а глазки то остались связанная то давайте пример приведем пример дерево допустим напишем да еще джа-ро щаджара шаджара дерево буква шин буква джим буква ро и в конце вот она самая там арбута как она читается шаджара 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 как будто а но немножко такое устало и она как бы вниз ура-ра да там даже немножко х но нет не надо нет нет просто шаджара даст как бы вниз чуть-чуть идущие то есть это звучит как а но не а до а что обозначает там арбута если мы видим там арбут в конце слова значит перед нами слово женского рода дерево женский рот там арбута указывает на женский рот до дерево женский рот в арабском языке всего лишь два рода мужской и женский средний отсутствует и мужской женский род предметов никак не совпадает с русским языком то есть забудьте про русский язык ориентируйтесь на там арбута видим там арбута женский рот не видим там арбуты в 90 процентах 99 процентах будет слово мужского рода и так там арбута это буква то у которой хвостики связаны связанная а что будет если ее развязать там арбута развязываем получаем букву то и действительно давайте проверим нашу теорию вот у нас есть дерево а это дерево моё дерево моё когда мы хотим сказать что то моё то мы к слову добавляем слитное местоимение и и мы его сюда сейчас утку вот видите вот куда слабенький красный мы ее сейчас добавим к дереву как только там арбута увидела что к ней вот эта утка плывет она что делает хвостики развязывает ручку протягивает утки да и мы видим что связанная то действительно превратилась букву то сейчас мы утку сюда подплывем ну вот она да ша-джа-ра-ти была там арбута ша-джа-ра стала просто буква то снова показатель чего женского рода ша-джа-ра-ти женский род моё дерево моя дерево ша-джа-ра-ти еще возьмем пример варака 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 это лист это может быть лист бумаги или лист дерева варака что здесь произошло варака буква ков протянула ручку букве там арбута посмотрите как там арбута изменила свою форму да здесь у нас была капелька помните такая капитушка с глазками почему почему потому что буква ра не протягивает рук своему соседу и буква там арбута осталась в гордом одиночестве стоять а здесь букву ков протянула и ручку и вот у нас вот такая вот я не знаю флажок собачка с ушками форма изменилась обратите на это внимание это парка это лист либо бумаги либо лист дерево давайте сюда добавим тоже местоимение и как мы это делали с деревом до утку добавим и снова там арбута увидев что к ней кто-то подплывает утка в данном случае но не обязательно слитное местоимение первого лица да все что угодно это может быть слитное местоимение любой это может быть окончание там множество двойственного числа что угодно она сразу развязалась превратилась в то и протягивает ручку букве я видите как это происходит варок а ти да моя бумага мой листочек до варок а ти женский рот снова мы видим женский рот выраженный с помощью там арбуты самое главное что вы должны запомнить если вы видите в конце слова в конце существительного ли в конце прилагательного там арбуту значит это слово женского рода давайте потренируемся вот перед нами вот такое слово ом 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 это мать какого рода это слово правильно женского мать все-таки у нас женщина несмотря на то что отсутствует слове там арбута то есть это говорит о чем о том что у каждого правило есть пусть и небольшое но все-таки некоторое количество исключений до ум это пока что в нашем мире еще женщина за ухт ухт сестра до band девочка девочка все-таки у нас женского рода они мужского до иногда эти понятия когда начинаешь изучать новый язык то иногда вот эти понятия они наслаиваются с какими-то кальками из русского языка и очень сложно в таких простых вещах перестроить сознание то есть сам по себе язык может быть несложный его принципы могут быть очень просты но они просты как бы внутри самого языка а когда ты смотришь извне то часто вот такие вещи кажется элементарные они начинают тебя в каких-то моментах немножко путать до band девочка то есть обращайте внимание да не только на буквы ноги на смысл слов что тоже важно ну и наконец животрепещущий вопрос а почему же собственно там арбута такая полезная буква которая обозначает женский род почему она не вошла в алфавит забыли ее арабы куда же она подевалась из алфавита дело в том что там арбута не была включена в алфавит по одной очень простой причине у нее существует только конечная форма в слове то есть у нее нет ни начальной позиции в слове не средней не тем более самостоятельной формы у нее нет там арбута проявляется только в конце слова поэтому она вроде как буква вроде как и не совсем да ну конечно же это буква но не полноценная так скажем да поэтому не включили ее в арабы арабы в алфавит в свой вышла она за скобки и там за скобками так и находится еще хотел вам показать интересную вещь давайте вспомним букву 26 буква алфавита буква давайте-ка ее вспомним вот так она выглядит в алфавите да вот начальная позиция в слове в серединке слова восьмерочка в конце слова кстати вот тоже да очень напоминает букву там арбута только без двух точечек в этом их отличие причем я вам скажу что египтяне называют там арбуту именно так они они не они не знают слова там работу не ну может кто-то знает конечно кто учился там специализированных вузах но они даже в школе эти термины как-то не очень изучают то есть они это а это вот так и еще интересный момент с чем мы еще можем там арбуту попутать с цифры 5 цифр давайте напишем вот у нас там нолик до 0 1 вает до сна салета арба хамса хамса буква хамса и там арбута всегда с глазками ну давайте немножко потренируемся перед вами три слова в конце каждого из них так то марбута давайте добавим каждому из этих слов местоимение моё да вот как мы это делали пожалуйста сделайте это письменно посмотрите на результат своей работы и так саяра 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 это машина нам нужно сказать моя машина то есть вам нужно развязать хвостики у там арбуты не добавить к ней окончание не не окончание слитное местоимение и саджада 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 это ковер или может быть молитвенный коврик который берут с собой в мечеть да снова развязываем там арбуту добавляем и получаем мой коврик и наконец зуджаджа зуджаджа это может быть стекло или может быть бутылка бутылка воды да посмотрите как здесь там арбута отличается от двух предыдущих почему потому что буква джим протянула ей руку они соединились до форма изменилась но не вне зависимости от того что форма другая она все равно развяжется превратиться в букву то присоединить себе слитное местоимение и получится моя бутылка воды да и соответственно мы видим машина женский рот все хорошо зуджаджа бутылка женский рот сидя до коврик ковер тоже женский рот да почему потому что на конце слова то марбута ну и в завершении давайте с вами вместе напишем название буквы то марбута по-арабски и так-то обратите внимание здесь хамзатах на конце то мар и в конце слова там арбута стоит по марбута и так это название буквы ну вот друзья теперь смело можно заявить что этот ролик самый полный урок о букве там арбута в сети так что пользуйтесь на здоровье учите делитесь этим роликом поскольку частенько мне задают вопрос можно ли поделиться материалами которые находятся на сайте на youtube канале можно ли поделиться в соц сетях у себя на страничке ребят конечно можно все что у нас выложено в открытом доступе пожалуйста делитесь мы будем вам очень благодарны мы будем очень рады конечно если вы не будете писать под моими статьями свое имя фамилию что тоже иногда бывает чисто по ошибке по всей видимости вот то есть в целом конечно мы приветствуем распространение этих роликов и я даю вам мое официальное разрешение на этом я с вами прощаюсь друзья до следующего урока до следующей встречи масса ляма а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok